Тема видеоролика Суд по блокировке сайтов Кэшбери 12 ноября Как посмотреть когда будет суд кто будет присутствовать на заседании Сейчас я вам это покажу, что сделал я как это узнать Первое элементарно я позвонил в Первомайский районный суд города Ростова-на-Дону где собственно и указано что будет суд Ростов-на-Дону Первомайский районный суд По номеру 254-06-44 Там мне сказали позвонить по другому номеру секретарю Наталье Александровне Вот по этому номеру Второй был звонок у меня сделан по этому номеру Наталья Александровна сказала перезвонить через 15 минут В итоге я дозвонил сюда через 30 Взяла телефон другая женщина И что хочу подметить с этого разговора Первое она назвала два дела То есть она так сказала мне сейчас надо идти на второй этаж спускаться Я вам не могу точно назвать Но говорит вот вот эти вот два дела Назвала два номера дела и два времени по которым будет проходить заседание на похожие вот темы Также она подметила что если вы не являетесь третьим лицом не указанным то вас туда могут даже не пустить на это заседание Смотрим когда она мне сказала время Также на этом же сайте судебное дело производства Ставим дату 12 ноября 12 ноября Первое время было 14.45 она назвала Вот оно это дело Иные дела о защите нарушенных многоточия о признании информации распространяем посредством сети интернет запрещенной информации кроме экстремистских материалов Также она в аудиозаписи в этой назвала фамилию судьи это Мосягина По судье сходится движение дела смотрим даты события регистрации административного искового заявления и принятие его к производству 25 сентября в средствах информации в новостных порталах 28 сентября поступил иск также здесь говорится о том что ИСУ предоставлен срок для устранения недостатков здесь же мы не видим что устранялись какие-то недостатки и что-то подобное то есть по датам событий не совпадает это дело с нашим смотрим второе дело которое на 16.45 так 12 сентября 16.30 16.30 извиняюсь прокурор Кировского района Ростова на Дону ответчик управления Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций жмем на это дело друзья почему я не нашел и здесь нету компания Кэшбери в этом деле а потому что прокуратура подает иск на Роскомнадзор с предъявой к Роскомнадзору чтобы он заблокировал этот сайт вот как это все происходит смотрим движение дела регистрация административного искового заявления 28 сентября как у нас передача материала судья 2 октября решение вопроса от принятия к производству административно искового заявления остановлено без движения 2 октября вот получается 2 остановили без движения и дали срок вот до 12 октября исправить 9 они исправили принесли в суд и дело принято заявление принято к производству подготовка дела собеседования 18 октября было вынесено определение назначения дела к судебному разбирательству 18 числа и назначено судебное заседание на 12 ноября в нашем случае по датам это дело Кэшбери стороны по делу третьи лица очень интересная вкладка административный истец прокурор Кировского района города Ростова на Дону административный ответчик управления Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ростовской области и нарисовалось какое-то третье заинтересованное лицо вот русскими буквами написано заинтересованное лицо Банк России Департамент противодействия недобросовестным практикам ну вот они документы подтверждающие то что я говорил на сайте Первомайского районного суда города Ростова о том что общая картина будет такова судья заинтересованное лицо Банк России прокурор который будет топить компанию Кэшбери и ответчик который вообще и не заинтересован то собственно в том чтобы Кэшбери работала и платила что поэтому могу сказать как прокомментировать здесь получается два варианта либо все будет хорошо что изначальные данные этого судебного заседания нам мне не говорят о том что все будет хорошо и решение будет положительное и сайты не заблокируют второй вариант сайты блокируют блокировка что это означает для нас блокировка сайтов это не окончательное удаление их с интернет пространства это значит что Роскомнадзором на пользователей Российской Федерации то есть если вы в интернет заходите у вас есть IP адрес это элементарно делается меняется IP адрес VPN или анонимайзеры браузеры то есть смысл в чем на данный момент когда вы заходите у вас адрес как бы ваш электронный он показывается с какого региона вы заходите воспользовавшись VPN сеть интернета будет видеть как будто вы зашли с Америки например или еще откуда-то сами выберете уже и Роскомнадзор не может наложить запрет на все IP адреса во всем земном шаре так что на эти сайты можно будет спокойно так же заходить просто это решение вот это если будет отрицательно не в нашу пользу то оно затруднит работу усложнит так скажем взаимодействие с сайтами компании Кэшбери но друзья ну я я считаю это мелочь для меня это вообще не проблема что оно есть это решение что ее нет махнули рукой да пошли дальше что на них молиться что ли ладно это получается сейчас еще вот вот это вот ну вот эту строчку надо прокомментировать очень надо Банк России в очередной раз подтверждение кто топит компанию Кэшбери в других подобных делах сейчас покажу например в том же похожем на наш 12-11 вот на 14-45 подобное дело также там что-то нарушено распространяемое посредством сети интернет информации стороны по делу административность прокурора и ответчик Роскомнадзор прокурора и ответчик Роскомнадзор нету заинтересованных лиц а вот на суде компании Кэшбери будет вот это вот заинтересованное лицо Банк России он же является владельцем Сбербанка открываем Сбербанк Википедию читаем контролируется Центральным Банком Российской Федерации которому принадлежит 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция это говорит о том что владелец вот этого вот является владельцем Центробанк Центробанк ну здесь вы можете почитать хорошего я про вот этот вот регулятор ничего не скажу так одну строчку вот вам зачитаю Банк России считает себя правоприемником Государственного Банка СССР ну я так не считаю основными целями деятельности которые являются защита и обеспечение устойчивости российского рубля но выполняет он свои основные цели курс доллара по отношению к рублю видали в два раза это по-моему надо цели противоположные специально ставить чтобы так все получилось как сейчас ладно не об этом президент президент председатель Эльвира очень сложная фамилия даже выговорить не могу в этом нам поможет вот этот гражданин все разобрались как правильно произносится ну все еще звонок мной был сделан в прокуратуру это было на начале этапе выяснения у меня даже если честно закралось такое сильное сомнение а если вообще этот суд и будет ли он что это за новости по интернету гуляет и когда я только начинал звонить и в суд только начинал в прокуратуру позвонил дежурному прокурору ну результата как бы вопрос был в том действительно ли прокуратура подавала исковое заявление на компанию Кэшбери дежурный прокурор ответить в данный момент на этот вопрос не смог но сказал пишите письменное обращение я вот так вот по телефону вам не могу сказать ну тут он отчасти прав у меня на этом все друзья прорвемся ждем денежек 1 ноября всем удачи пока прорвемся покрыть и к